В конце сентября в Абакане состоялась международная научная конференция по древней металлургии Саяна Алтая и Восточной Азии, посвященная памяти профессора Якова Ивановича Сунчугашева. Впервые в Хакасии проводился форум с таким большим представительством ученых из дальнего зарубежья. Десять представителей ведущих университетов Японии, Кореи и Монголии делились со своими коллегами-археологами из Хакасии, Новосибирска, Новокузнецка, Улан-Удэ, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы данными о последних исследованиях очагов древней металлургии в азиатском регионе. Открыла конференцию заместитель главы республики Хакасия Ирина Смолина. И несмотря на то, что, конечно, тема очень специфическая и имеет некую узкую научную направленность, она будет интересна как историкам, археологам, так и сообществу, я думаю, что тем, кто интересуется историей. Научный форум в Хакасии был организован Министерством образования и науки республики Хакнияли и Центром исследования культур эпохи железа Восточной Азии, Университета Эхими из Японии. Японская сторона пригласила видных зарубежных ученых и профинансировала их проживание в Хакасии. Хакнияли выиграла совместный грант РГНФ и Министерство образования и науки Хакасии объемом в 200 тысяч рублей. Конференция для республики Хакасия очень важна и не только с целью привлечения иностранных ученых для работы на территории республики Хакасия, но и пополнения, обогащения знаний об истории нашей Родины. Первым среди хакасских ученых начал изучать древнюю металлургию профессор, доктор исторических наук Яков Иванович Сунчугашев. Он исследовал эту тему на протяжении десятков лет, как в Туе, так и в Хакасии. Проводил раскопки, часто даже в одиночку, десятков и сотен очагов древней металлургии нашего региона. Книги профессора Якова Сунчугашева, случайно оказавшиеся в букинистическом магазине Токио, по признанию доктора Несуики Мараками, признанного авторитета в сфере изучения древней металлургии Восточной Азии, стали для него отправной точкой всей научной биографии. Яков Иванович завершил свои исследования по данной теме в конце 80-х годов, и только японцы нас побудили вернуться к этой теме. Доктор Мараками рассказал, что сейчас его центр проводит раскопки металлургических памятников на обширной территории Азии от Японии до Турции. Семь лет исследования проводятся в Хакасии. У древних плавилин есть много общего, но есть и региональные различия. А еще Ясуики Мараками пытается определить, какое воздействие оказало развитие металлургии бронзы и железа на общее развитие экономики древних государств. По словам профессора Мараками, как и любые новые технологии, к примеру, в деревообработке, архитектуре, так и развитии металлургии, произвело большое влияние на развитие человечества. Доктор Мараками и ученые из Хакасии Петр Амзараков подготовили для участников конференции доклад о новых раскопках на территории нашей республики. Речь идет о плавильнях, обнаруженных в районе Толчии. Это было комплексное изучение памятника археологии, проведенное по всем современным методикам и требованиям. Яков Иванович Сачугар сделал огромное количество работы, выполнил, но, к сожалению, все-таки исследования велись на уровне методики 20 века. Поскольку наука развивается, у нас есть возможность проводить эти исследования на более высоком уровне методическом и пользоваться науками, смежными науками, то есть, естественно, научными методами изучать полученные материалы. Это очень важно. Очаги древней металлургии археологи обнаруживают в тех местах, где есть поверхностное залегание руд. Руд Хакасия в этом плане уникальный регион. Здесь выходы руд на поверхность встречаются повсеместно. Известны тысячи древних плавилин, как бронзовых, так и железных и оловянных. Аналогичные природные условия встречаются на Земле нечасто. Как правило, это горные местности. Есть они и в Корее. Профессор Нам Кюли говорил в докладе об особенностях древней металлургии в Корее. На протяжении долгого времени технология производства железа в Южной Корее находилась под влиянием Китая, но затем были разработаны свои отличные технологии. В основном получали мягкое железо с низким содержанием углерода. Примитивные печи древних металлургов устроены по одному принципу – практически во всех найденных памятниках. Это в большинстве своем круглые объекты, к ним воздух подводился и сверху, и снизу, через наклонные полые трубки. Анализом металлургических артефактов бронзового века Южного Урала, Центральной Азии и Сибири занимается аспирантка Юрика Аара. Исследованием этой проблемы она занимается сравнительно недавно, поэтому об окончательных результатах говорить рано. Ведь необходимо исследовать каждый регион на протяжении тысяч лет. Но уже сейчас ясно, что между металлургией Центральной Азии и Сибири очень много схожего. Но в отдельных регионах возможны привнесения новых черт. Это нужно дополнительно исследовать. В работе конференции принимают участие десятки специалистов из российских регионов, в том числе из ведущих научных учреждений, занимающихся археологией. Одной из секций конференции руководил археолог из Москвы Сергей Кузьминых. Он заметил, что проведение столь представительного форума очень важно для развития науки Хакасии в целом. Прежде всего для импульса развития этого направления научных исследований в Хакасии и в окружающих регионах Южной Сибири, потому что все-таки здесь традиционно развиваются чисто археологические направления, а направления, связанные со всякими естественно-научными методами исследований в археологии, они все-таки только-только более-менее активно начинают в жизни. Как раз о таких перспективных методах рентгеновского флюоресцентного и дифракционного анализов рассказывал сотрудник Института ядерной физики из Новосибирска Константин Купер. На современных установках были изучены шлаковые включения в стальных предметах. Такой структурный анализ можно проводить и с найденными в процессе раскопок артефактами. Можем более точно смотреть, какие материалы находятся в исследованных предметах, так сказать, и гораздо более точнее, чем это делается на рутинных установках. Материалы конференции в конце года будут изданы в Японии на английском и русском языках. Десятки экземпляров будут доставлены в Хакасию уже в следующем году. Минувшим летом в Хакасии работали ученые Сибирского федерального университета. По заявке Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия они изучали условия обитания и распространения диких птиц на озерах Хакасии. Ученые-орнитологи проводили не просто подсчет птиц, но и комплексные исследования водоемов, на которых гнездятся пернатые. Мы говорим «экология водоема». То есть это очень емкое понятие. Она включает в себе состояние воды, то есть его загрязненности, наличие там кислорода и так далее. Если водоем начинает зарастать или эфтрофироваться, то количество кислорода уменьшается за счет того, что он зарастает. И эфтрофирование – это одна из последних стадий существования водоема. Он или зарастает весь, или в конце концов вода уходит, и он высыхает. И вот одна из, так скажем, интересных моментов – чем больше эфтрофированный водоем, тем больше всяких водоплавающих и околоводных кислородов обитает. Но, так скажем, этот век жизни вот этого периода, он небольшой. Он может быть там год, может период пять лет быть. Потом высыхает, потом через некоторое время идет пополнение опять. Цикл начинается вновь. Но вот для водоплавающих наиболее оптимальный вот этот период, так скажем. И очень важно, чтобы в окрестностях водоема была мозаичность водно-болотного ландшафта кругом. То есть заболоченные участки переживаются с лугами, сухими участками, зарастями тростника и так далее. Тогда условия существования очень разнообразные, и поэтому видовое разнообразие птиц здесь большое. Ученые отметили такую закономерность. Если озеро испытывает сильные антропогенные нагрузки, то количество видов на нем ограничено 10-15. Но если у озера заболоченные и заросшие берега, и оно малопригодно для отдыхающих и водопоя домашних животных, то в таких водоемах ученые насчитывали до 100 видов птиц. Всего в этом году они обследовали 40 озер степной зоны Хакасии. Год выдался необычным. Массовые весенние степные пожары, сильный паводок в северных районах республики, летняя засуха. Все это повлияло на популяцию птиц. В этом году в результате наших учетов было установлено, что была установлена минимальная численность вообще водоплавающих птиц в Хакасии. Минимальная за все 30 лет наших наблюдений. Минимальная. Поэтому надо реагировать. Если мы так будем относиться, прохладно, к ресурсу, даже охотничий ресурс, то не нужно что-то делать. Необходимы какие-то ограничения вводить. Самое главное ограничение, мы считаем, это запрещение весенней охоты. Потому что традиционно мы все на бытовом уровне, все люди считают, что охотиться в период размножения – это аморально. Правильно? И не на млекопитающих, как традиционно копытных, да, и на других. Мы в период размножения не охотимся. А на птиц так сложилось, что весной прилетают, они же сразу гнездятся, а мы в это время провоим охоту. Естественно, ресурс подрывается. И еще, запрет охоты необходимо координировать с соседними регионами Сибири, где проходит маршрут перелетных птиц. Ведь до озер Хакасии добираются несколько процентов от общего числа пернатых, которые вылетают из Индии. Если запрет на охоту будет повсеместным, то и популяция диких птиц увеличится. Второй путь – закрывать некоторые озера для посещения, переводить их в статус заповедных. Ученые свое слово сказали, и теперь, по выражению спортсменов, мяч на стороне властей. Редактор субтитров А.Семкин